привет всем это мы приехали в махмуд лар идем в гости пить чай сегодня постараемся вам рассказать встретиться с нашей подругой ларисой помните мы два выпуска делали с ее историей с квартирой сегодня она обещала нам рассказать как у нее продвигаются дела в этом направлении а сейчас пока пойдем чай попьем в гости тут к людям хорошим к нашим землякам все вместе лизочек там уже мы сейчас ларисочку перевозим помогаем ей сейчас загрузить вещи тут живут ее родственники и повезем ее в центр кумов я ее живу да перевезем загрузим вещи перевезем ее в центр на другую квартиру не на ее квартиру то есть с ее квартирой расскажем чуть попозже как дела обстоят так что не переключайтесь оставайтесь с нами короче мы пришли чай пить они уже все выходят короче без нас уже попили ну и ладно мне очень-то и хотелось вашего чая поедем сейчас центр с покажем вам вот такие штучки здесь очень популярный как он называется а тук тук да я говорю серёж давай купим такой будем есть а ну сядь лиза поместимся мы селись просто сядь поместишься ты сзади или нет короче на электричестве работает стоит примерно три с чем-то тысяч лир дорого дорого такая вот фигнюшечки здесь такие гоняют по всему этому сам вот впереди один человек и сзади ну две наверно таких как лиза наверно мыслись это мы не поместимся серёжа так сказал заложит что поставит его на два колеса серёжа нельзя такие он у нас отчаянный парень ну перестаньте себя вести плохо и есть штуки маленькие да разные есть целые магазины вот такие вот штучки продают кстати хотели вам показать сделать мы такие это сделаем какие бывают такие электрокарочки электромобильчики здесь очень очень популярны везде тоже знакомые лица ходим как по одессе и по киеву здрасте как дела все нормально все счастливо короче ходим по махмутлару как по крещатику елы-палы все знакомые все здороваемся ой здорово сейчас туда скоро уже все сюда переедут наверно и не только в крещатико со всех откуда только откуда только придумать можно так что нам номера все многонациональные и российские украинские белорусские казахские все здесь все вместо встречи друзья алания приехали мы в кляп в район клеопатра самый-самый центр клеопатры вот туда одна улица один квартал еще один квартал 23 квартала до пляжа получается далековато не возле самого пляжа лариса наша опять в очередную квартиру переезжает не свою учиться вам покажу те квартиры здесь сдаются глянем с вами сейчас мы сумками с чемоданами пойдем поднимемся а потом наверно пойдем покушаем где-нибудь посидим и поговорим с вами старые-старые везде дома здесь такой красивый дом возможно возможно мы сейчас туда пойдем посмотрим квартиру с вами вместе старые-старые домики везде тихо-тихо улица санхоум склеопатра называется этот комплекс идем есть что ящики заходим у лифт серега нагрузился я иду снимаю кино я для зрителей снимаю кино сейчас идем смотреть квартиру и новую арендную так второй этаж глянем но эта квартира конечно поприятнее чем та которая прошлая ларисочка снимала фону здесь конечно папа культурно все не ларчик нормально смотрите значит спальня маленькая там выход на балкон прям квартира сдается сдается до чувствуется ничего для одного человека вполне нормально так что здесь у нас вполне заезженная в принципе нормально водонагреватель сережа пустите я снимаю мужчина мешаете так здесь значит кухня духовка в общем ну маленькая конечно это чисто такой туристический вариант пойдем посмотрим что там у них давайте на балкончик выйдем если лизочка поторопится о пальма творить клеопатра это для патры там уже объяснила маленький балкон маленький застекленый солнце здесь вечером ну в общем такая причем казалось что легендарно сейчас пойдем наверно очень хочется кушать давайте пойдем куда-нибудь перекусим хорошо очень хочется прямо кушать ужасно вот посмотрите еды очень далеко да но что делать но что вы что и посуда заехали чуть с ума не сошла такой стресс о давай может кестель на 7 че поедем там чем хорошо одессе мечи есть ханджи того где носили да но если мы там сможем да сейчас и сможем там но там и не поговорим там так шумно в эти муж поговорим там поедем из эстонии нам привезли огромную шоколадку огромную шоколадку эстонскую калев до 200 лет фабрики короче все и за так мы на бульваре ата тюрка пойдем сейчас перекусим привычное на место поедем курицы мы были там прошлом прошлый выпуск там делали вон того зеленый быстрее переходим в ресторане уже думаю там как бы все это вы знаете прошлый выпуск мы подробно показывали вам не будем ничего сегодня особо озвучивать мы едим там все одно и то же что любим поэтому с поищем место это очень тяжело конечно здесь слушайте нам сегодня повезло с парковкой повезло с рестораном и вернее со столиком слушай ну прямо сегодня какой-то а портовые портовая минутка нам как всегда заказали пришли сегодня немножко пообщаться ларисечка но расскажи что как у тебя дела с квартирой и живет ли там еще квартирант и как вообще все как дела твои обстоят движется что-то говорят арендатор говорит что он не будет а понятно потому что не хочет идти ему некуда вообще жизнь тяжелая ну в общем отказывается на отрезок полный отказняк пошел хорошо сколько можно по законам турции законам турции который якобы как мне объясняли сегодня в агентстве приняли во время пандемии просто так его нельзя это надо 6 месяцев ждать чтобы он не платил после этого на него подавать и агентство недвижимости которые продал мне эту квартиру они мне предложили варианты первое это судиться с ним вот реально выгнать его через полгода это самая быстрая а вот ясь в адвокат требует 2000 евро но и типа я не вернусь и когда я бы за свою работу правильность тебя меня не а верну там из кого товарища с у него и сегодня будут выплачивать все оставшиеся жизнь по 20 лет скажи пожалуйста свет свет вода свет вода у меня была квартира записана и я вроде должна платить в последнее время я стоял я платить не буду и сейчас не плачу я надеюсь что ему отключат очень не такая вот я перед владелица допустим новая владельца должна была заключать договоры новые или автоматически при этом автоматически переоформили когда я получил это хорошо можно взять два договора допустим на воду на свет потись и попросить это все приостановить поставку но это можно сделать но он может пойти и заключить здесь ну сказали турки говорят что это вполне реально как ты же идешь ты идешь за полном и это может сказать что я там живу сейчас пока хозяев нет я вынужден потратить а им все равно куда получать деньги это там частные компании и вода и свет это не государство это не так как у нас да ну в общем я конечно сказал что 2000 евро при выигрыше могут получить и реал и стей раз они мне это предлагают они тоже их получат пускай они сами используются вот ну я не знаю при производят и впечатление или нет и предложили сперва отдать мне деньги есть такое они предложили выкупите эту квартиру по старой цене по старой цене на что я тоже не согласилась поскольку цены выросли разница есть стали мне предлагать сегодня другую квартиру на обмен я посетила несколько квартир они все конечно локации не такой намного хуже и квартиру хуже будем откровенно одна только квартира хорошая к этому потребовал очень большую доплату я сказал что мне она не нужна 2 плюс 1 и доплаты у меня денег на доплату нет это все соответствует действительности вот поэтому вопрос подвес но по отношению ко мне они не так уж совсем плохо себя ведут дали мне квартиру которую неплохо местная которую я сейчас временно проживаю вот как-то так хорошо а на чем остановились на чем восстановить что они мне будут подыскивать квартиры но я их предупредит другую квартиру дар на моем ценовом диапазоне ну да в том да в апрельском да не в апрельском не в апрельском а в том а вот сегодня согласился что да твоя квартира сейчас стоит дороже тысяч на 10 но я думаю что не на 10 и больше но я пока он хочет на 10 но это уже хорошо что он признал что она стоит дороже это уже как она будет дальше не знаю пускай ищет неподходящую квартиру и одновременно я хочу отдать ее продавать другому агентству они правда удивляются как уж как а не итоги что будет выкручиваться с арендатором но они говорят что это их проблема ну посмотрим вот так вот она все опять подвесла но я не на улице я живу в квартире не самый замечательный но все таки слышишь а что этот самый афроамериканский юрист а юрий же лариса с юристом ездила конечно большая умница она задавала вопросы очень четкие но правда на ответов особых она не услышал только единственное что скажу вероятно что-то мы не знаем да что-то они скрывают а что непонятно почему живет бесплатно никто его не выгоняет законы говорят турции таки они утверждают такие законы понятно то есть опять мы возвращаемся к тому что против иностранцев если бы турок купил эту турецкий гражданин я думаю что по ним что по-другому как я смотрела блогера и стамбула забыла как его фамилия просто тупо привел чеченцев и выкинули оттуда арендатора на этом закончилась в общем друзья опять ступе зал толкем воду толчем и все все на том же уровне про жандармов не пишите больше про жандармерию то есть про полицию не пишите вот это исключаем до него жертвы рада ждем ваши как говорится комментарии пишите агентство лариса мы пока не хочет называть тут такой агентство само по себе но нормально то есть ну сами говорят что это первый раз но все но я считаю что они неправильно их косяк по идее должны были по идее если по-видимому не действительно не было опыта такого при таком случае когда там сидит арендатор и нахально обманывают я выиграл там не выезжает с него берут бумагу подписываться нотариус когда наставание этой бумаги уже любой жандарм но они этого не взяли грида тоже как и я сама надеялась на то что человек слышал закон о двух месяцев нет утверждают 6 я же не верю с ним ну хорошо а это афроамериканский человек он вообще мимо касса в прессе закон нет она не знает к сожалению не знаю турецкие законы вообще лариса сейчас месяц отсутствовало общей уезжала из турции тусея даже жить нигде было самое смешное что пока ловица ездила все другие районы попали под запрет внж запрет кстати по поводу по поводу оба то что я вот меня слух такой дошел пока нет друзья все пока оба это смор пока еще дают внж но я думаю это на грани но это был слух потому что мне подтвердили тот чек трус сказал что нет 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 пока нет пока еще все работает так что поспешите кто хочет но квартиру в обе до раз вендатором квартиранта да но надо хочет и головную куда бесплатный квартирант еще платить за него коммунальность вашего кармана осталось немного осталось еще четыре месяца а самого угла махмутлара я их называла медвежий угол а купила себе квартиру не в медвежьем углу но с медведем жукарная квартира была красивая уютная в таком комплексе с такими не могу понять как ты купила квартиру без ключей как ты квартиру без ключей купила пишут мне а как же она принимала квартиру поменять личинки и при попытке взлома после как хозяйка квартиры после обращаешься в полицию года как ты как ты взяла квартиру без ключей с квартиром ты же допустим у тебя же документ на квартиру вот допустим ты просто находишь стресса я вижу да я моя квартира все мне надо вскрыть я потеряла ключи это тоже прошло раз говорил повторяешь нельзя скажет что вы мою квартиру заходили у меня грабили бочкали и так далее такой вариант это турция ну почему кто-то все время знает все говорит и не знает что делать я не понимаю как может кроме кроме хозяина квартиры кто-то может пойти заключить договор и подключить потребление и ты читала и цвета я сомневаюсь почему потому что мы всегда покупали квартиру если в это можно было сделать кем-то еще то нам бы все дело давайте подождем немножко несколько дней они все не все включат как они не обещают присылают если мне старик слушать послушать не я секунду послушать мы покупали квартиру нам у нас было полное сопровождение сделки полное сопровождение по договорам по всему основному с обязательствами полного полной помощи по подключению то есть после продажная была пози продажный сервис если бы они могли сделать это без моего присутствия и меня посадили с собой везде провезли я черканул таким образом то есть я подключился я очень сомневаюсь я очень сомневаюсь я очень сомневаюсь а другой человек может хотели документа на квартиру и запустить себе воду и свет возможно я тоже сомневаюсь данного осталось подождать немножко итак друзья эпопея продолжается в общем если ну я уже вы очень много написали вам благодарим вас очень-очень за активное обсуждение но все ваши как говорится советы здесь натолкнулись на стену поэтому надо конкретно чтобы кто-то с таким сталкивался здесь мы не можем найти таких людей кто с этим сталкивался мы ищем про жандарма все полицию еще раз повторяю не пишите пожалуйста просто просим уже все это уже не работает не работает юрист ничего не работает если бы было два европейца это одно если бы было два турка это два русских там или два это другое какие-то или русские но все равно как бы я думаю что здесь все равно есть турции есть законы здесь есть законы и они работают просто здесь что-то не пошло не так дырочка здесь есть небольшая трава как везде закона существует но это не значит что вот сейчас утверждать что то это турция здесь законы не работают мы не будем потому что но это неправда после здесь немножко допустили как не слабинку реально преступная халат преступная халат конкретно агентство недвижимости что они так и так они заверили доверчивую женщину она им поверила она же ну как не сомневалась в их компетентности а сами на пороге снаб на земле теперь этот гембель ну конце концов у нас ля может развернуться в сторону агентство и забодаться с ним забодаться можно да ну в конце концов так что да ладно посмотри может лариса и продаст подороже эту квартиру и другое агентство пусть они забирают пусть деньги бабло на стол и все не знаю лариса главное что не может у них разочаровываться ларис не уезжает на другую страну ребят которые приедут и тихонько выгрузят вместе с дверями я говорю лариса хочет уже куда-то уезжать поэтому ее не отпустим мы не отпустим все будет нормально на балканы берет он делать для балканы зовет нас на балканы ехать ничего подумай мне даже звали не нравится а мне нравится красивое название бакланы ой балканы и ночью там красиво внутри о нем понимание балканы цену это где-то рядышком свой человек такой да лучше я сейчас себя отрежу там уже нехорошая движуха начинает это все это один кусок села понятно а там вся проблема то это мусульмане и не мусульмане потом назову туда ехать но надолго пожить там мы не знаю что что у них было уже тогда это жутко не будем все наша тема сегодняшняя ларис квартира сюрпризов у нас так и называется ролик квартира сюрпризами остается пока квартира сюрпризами да вот пока мы-то вода в ступе это просто человеку с железной выслушай знаешь что надо сделать сейчас ларисе надо денежку дать пусть она лотерею купит знаешь вот лариса мне кажется да мне кажется лариса может выиграть что-то вытащить лотерейный билет мне кажется лариса у нас такой человек сто тысяч не поднимем на огромном месте нет вам не балканы поедет я говорю мы поедем на другое место на корабль большой на корабль как вариант вот так что собаку только пристроим где-то надежные руки собаку с собой наденем водолазом это наш мальчик это сам просто собачка так ладно все мы будем обедать все в общем доложили с вами все как по этой ситуации по нашей теме одна из наших телок и много гос и ныне там лариса опять скитается по арендным квартирам ну в общем главное скучно никому главное у нас тут не скучно я вам говорю у нас очень интересная насыщенная и не скучная жизнь а юрист такой адвокат такой нормальный до 2000 евро все я не знаю что там еще и выиграет и говорит что в турецкий суда приезжать кейси вот эти дела очень долго в общем друзья ну что наверно надо продавать еда если забирают баба свозу как говорится варианты какие деньги 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 это не самое большое сейчас что может быть вариант один вариант будет искать квартиру или оба или космур а пока ты ездила за границу за границу ситуация поменялась выключили все остальные районы по внт и 2 района которые остались они сейчас максимально востребован за границу все а эстонскую шоколадку привезла за границу ездила и теперь получается допустим те деньги на которые ты можешь рассчитывать то есть эти два района за последние там две недели рванули вверх опять я знаю и блин и трындец сейчас опять найти в том в той ценовой категории будет неизвестно так все мы уже переборщили ребят с временем эфира все давайте приятного аппетита если там ролики выходят не так регулярно мы заранее извиняемся это только турецкий интернет виноват поэтому объяснила все пока всем и кушать чао чао целуем обнимаем да здравствует турция мы все равно в нее верим пока сама выключай